Дворцы спорта в Минске Титул чемпиона мира завоевали самбисты Кирилл Сидельников, Алексей Иванов, Альцин Черноскулов и Уали Куржев. Дворцы спорта в Минске Взять золото во второй день чемпионата также удалось спортсменам из Туркменистана, Азербайджана, Болгарии, Украины и Литвы. Среди призеров также оказались самбисты из Таджикистана, Казахстана, Грузии, Белоруссии, Украины, Монголии, Италии и Киргизии. Любой бой это эмоциональное переживание, то есть настраиваешься по максимальному, потому что именно от одного боя все зависит. Дальше не надо смотреть, один бой. А первый бой у меня был с представителем России. И это большая ответственность. Соперники из России, Тринидады и Табага, Украина, Азербайджан. Под группой на самом деле очень тяжелая была. Три чемпиона мира в ней было. В этом поединке победил Сергей Зичиха. Соперниками Урана Гюшли волны. Мы в этой достойной победе заняли и с достойным противником уходим. Спасибо за этот чемпионат. Поздравляю всех чемпионов мира и призеров также с этим радостным праздником. Уровень России, особенно девочки, девочки прогрессируют. Вот у нас, посмотрите, Туркмения, Таджикистан, Грузия, Азербайджан, где вообще Азербайджан, Грузия, где женщины никогда не занимались этим видом спорта. И посмотрите, сейчас вот борется девочка из Италии. Я, к сожалению, не вижу. Она очень сильная, украинская, самбистская борется. Но очень перспективная девочка из Италии, которая в ближайшее время, наверное, равной не будет, что она за короткое время выросла. Да и другие такие есть. Туркмены, допустим, девчонка выиграла вообще в финале, здорово боролась. Таджики борются. Ну, вообще на самом деле сюрпризов нет. Вот, Советский Союз по-прежнему очень силен в борьбе с самбо. Мы ожидали, что белорусы будут нашими конкурентами в этом году. Ну, как бы белорусы еще не одной золотой медали. Вот, ну, сборная Казахстана подтягивается тоже очень хорошо. Вот. Ну, и страны СНГ. В этом году много страны из Америи. К слову, Америка набирает обороты с каждым годом в Штатах и на континенте. В целом все больше спортсменов выбирают самбо. Прямо 6 лет назад мы были 60 людей в нашей Американской самбо-федерации национальном турнире. И сейчас мы имеем более 2000, которые участвуют в каждом году. Так что мы видим, что это растет астрономически. И сейчас, что все происходит, мы имеем Дэвид Рудман и Джак Хоган как Америка самбо-федерации, президент. Мы постоянно работаем вместе, чтобы поддержать спорт. Завтра в Минске пройдет третий завершающий день чемпионата мира по самбо-2012. После чего станут известны окончательные результаты турнира. Порталу самбо-тв хочу передать привет. Я сам там бываю, всегда наблюдаю свадки, оперативная информация появляется, бои какие-то, фотографии. Я же самбисток, всегда наблюдаешь, интересуешься. Если надо посмотреть самбо, заходишь в самбо-тв. Спасибо вам. Я люблю самбо-тв. Я люблю самбо-тв.